Добрый день! Сегодня мы рассмотрим кубик 2х2, но не обычный, а призрачный. Компания Limpoop, иглоломка называется 2х2 GhostCube. Коробочка на вид очень старая, хотя приобрел я иглоломку недавно. Но, видимо, в магазине она лежала очень долго, произведена она много лет назад. А иглоломка редкая, не везде ее можно встретить, и часто ее путают с другой. Инструкции, естественно, нет. Год выпуска, не знаю, здесь написан, не написан. Положим пока. Вот такой вот золотой кубик, золотые наклейки на белом пластике. Как у скьюба фиксации нет, можно подумать, что это вращается как скьюб, но это на самом деле простой, ну не простой, но крестовина от 2х2. Его можно перепутать с вот этой головоломкой, которая называется GhostCube, и внешне они действительно похожи. И раньше я думал, что это одно и то же, просто по-разному называют. Но нет, вот это GhostCube. К нему мы когда-нибудь вернемся, когда я найду время его поворачивать и в нем разобраться. До сих пор пока не вышло. Как и много других шейпонов с куба, у меня лежит он пока на полке. Ну а это 2х2. Я уже когда-то рассказывал про GhostCube 3х3. Наверное, все-таки на него нужно наклеить стикеры, будет посимпатичней. Но я отзывался о нем не очень восторженно. И также есть GhostPyraminx. Такая вот недорогая головоломка. Тоже ждет своей очереди. Я предполагаю, что GhostCube и GhostPyraminx чем-то похожи. Просто разные формы. Но GhostCube 2х2 это обычный 2х2, но сложной формы. Лежит у меня уже несколько месяцев, ждет своей очереди. И, видимо, она пришла. Перед тем, как записывать это видео, я сделал несколько сборок. И первые три пошли очень легко, а остальные уже не так. Здесь трудно ориентироваться. Все элементы разные, но некоторые похожи друг на друга. Совершенно одинаковых нет, но запутаться легко. Напомню, в чем особенность серии GhostCube. Это в том, что какие-то повороты доступны сразу. А чтобы вращать в другой плоскости, нужно сначала другие слои как-то сдвинуть. Только потом в таком положении вращать. Это главная особенность вот этой серии. Еще не всегда понятно, в каком положении все это собрано. Но вроде так. То же самое и у 2х2. То есть вот так можно вращать свободно. Но чтобы вращать в другой плоскости, нужно сделать сдвиг. И после этого совершать вращение. Очевидно, что нужно начинать сборку с какой-то из двух граней. Либо с этой, либо с этой. Так как их можно свободно собрать, без всякого сдвига. При желании можно запомнить элементы, которые стоят рядом. К примеру, мне показалось удобным запомнить вот этот элемент. Таких два больших крупных. У них 4 стороны от кубика есть. Вот такой. И рядом с ним есть еще вот такой. У этого пошире маленькая плоскость. А у этого поуже. Вот мне показалось удобным начинать с этого элемента. И развивать вот эту плоскость. Ну, чтобы собрать вот эту грань. Ну, без этого кусочка. И будет тогда у нас один слой. А после уже мучиться подбирать. Один элемент вот этот. К нему с широкой полоской подходит. Потом плоский элемент с маленькими наклеечками. Ну, а четвертый там уже по форме подберется. Давайте перемешаем. Да посмотрим, как это работает. Перемешивается легко. Это все-таки 2 на 2. То есть несколько движений. И уже полный хаос. Ну, постараемся сделать так, чтобы ни один элемент рядом с нужным не стоял. Ну, вот. Примерно так и вышло. Выбираем с чего начать. Ну, как я уже сказал. Мне показалось удобно вот с этого. Вот он здесь. Маленькая наклеечка. И к ней не вот эта узенькая, а которая пошире. Вот такая вот. И она должна подойти вот к этому. Ну, тут скошная часть и тут скошная. Их нужно как-то поставить рядом. Вот они рядом встали. Но это делается интуитивно. Можно подобрать. Я первый раз, когда собирал, я перемешал не глядя. И интуитивно у меня это получилось. А раза через три пробовал собирать так же, но начал с другой стороны. И был уже гораздо сложнее. О, нам удачно подошел еще один элемент. И сюда нужен третий. Ну, по форме видно, что он должен быть такой объемный. То есть, либо вот такой. Не он, судя по всему. Либо какой-то вот такой. Так, и вот. Первый слой собирается легко. Можно, конечно, подольше подбирать, но интуитивно все это возможно. Ну, как и на обычной двушке. Дальше я по-разному пробовал, но выходит эффективно находить элементы, которые правильно ориентированы. Вот нам повезло. И вот этот элементик, видите, по форме совпал с первым слоем. Причем, можно, конечно, вот так вот вращать и видеть, что ничего не подходит. Но дело в том, что нужно его совмещать примерно с прорезью. То есть, не вот так вот к целому элементу, а к прорези подводить. Интуитивно этого делать не хочется, но придется. То есть, вот он по форме совпал. А значит, один элемент правильно ориентирован. Берем следующий и также подводим к первому слою в разных местах, в надежде, что он где-то совпадет. Не совпадает. Берем следующий. Также вращаем. Вот он совпал. У нас, получается, совпал этот и вот этот. Два противоположных, ну, вернее, диагональных элемента верхнего слоя. Это может быть единственная ситуация из кубика 2х2. Называется она восьмерка. Вот такой. То есть, у нас нет другой комбинации, чтобы два поддиагональные элемента были правильно ориентированы. Если вы хорошо знаете ОЛЛ на 2х2, то это знание вам поможет. И здесь есть два случая. По вот этому кубику непонятно, в какую сторону нужно развернуть элемент, так как они могут еще стоять не на своих местах. Поэтому можем взять кубик либо так, и мы сделаем алгоритм, и у нас желтая грань соберется. Либо мы можем не в правильном положении взять, а в другом. То есть, вот правильно ориентированный, а здесь будет неправильно ориентированный. Такой уже, но мы же не видим на призрачном кубике, как это выглядит. Если мы сделаем восьмерку, то у нас получатся глаза. И глаза потом можно будет решить. То есть, сейчас мы берем наш кубик. Вот у нас правильно ориентированный элемент. А вот этот неправильный. Ну, он еще правильный. То есть, держим вот так. Сдвигаем к прорези, чтобы у нас что-то вращалось. И выполняем алгоритм восьмерка. Делаем F' R, U, R' U', R' F, R. И сейчас у нас либо OL будет собран, либо получились глаза. Ну, проверяем. Тут на месте ничего не стоит. Так. Вот этот остался правильно ориентированным. Похож. Вот этот правильно ориентированный. Проверим все. То есть, этот да, этот, я уже запутался. Давайте заново. Вот этот правильно ориентирован. вот этот тоже. И этот правильно ориентированным здесь все совпадает. Ну, а, ну, у нас получается, что вот два элемента правильно ориентированные уже стоят на своих местах. То есть, нам повезло, восьмерка помогла и собрала OLL. На кубике 2х2 у нас может быть один правильно ориентированный угол, два, либо все. Такого, чтобы три правильных быть не может. Мы можем проверить. Это хорошо. И это тоже хорошо. Понятно, что нам остается поменять два вот этих элемента местами, и кубик соберется. На кубике 2х2, в данном случае, не такая ситуация. Эта ситуация вот такая. Два собрано, и два нужно переставить. Ну, для этого мы используем обычный T-Perm. Сдвигаем, чтобы вращалось, и тоже делаем T-Perm. Их-ПАВ, R'F, R2, U'R', 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 F'. И кажется, что не все. На самом деле, просто остается сдвинуть. Я не угадал, в какую сторону. И кубик 2х2 призрачный собран. Сейчас собралось все достаточно быстро, но, наверное, я уже к нему привык. Я пока не готов, наверное, сделать полноценное обучающее видео. Покручу его еще, на досуге спешить некуда. И когда-нибудь сделаю. Не самая простая модификация 2х2. Поначалу можно сломать голову, пытаясь понять, как здесь и что. Но со временем запоминаешь, как элементы должны стоять, и все становится проще. Но вот собирать именно первый раз не так уж и легко. Стоит не очень дешево, купить можно не везде. Но это вещь коллекционная. Для тех, кто хочет что-то поинтересней, вполне подойдет. Вращается неплохо. Вполне достойно. Хоть и сделано давно. Госкуб 2х2. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok